Слово членам Совета Безопасности имеет представитель Литвы. Господин председатель, я хотела бы поблагодарить вас за созыв этого срочного состояния по положению в Украине. Также благодарю заместитель генерального секретаря Дженфри Фельдман за проведенный брифинг и комментарий по поводу нынешней ситуации. Литва осуждает самым решительным образом нападения в Мариуполе и выражает искренние соболезнования семьям тех, кто погиб или пострадал в ходе этих нападений. Самый кровавый конфликт в Европе с момента Балканской войны продолжается и сейчас. В среду на прошлой неделе в зале Совета члены вновь выражали беспокойность по поводу ситуации и призвали все стороны конфликта, включая Россию, вернуться к Минским соглашениям и обеспечить их скорейшее и полное осуществление для того, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие разрушения. К сожалению, то, что мы видели на выходных, это еще больше бомбежек, больше разрушений, больше человеческой стратегии, которые сделаны руками кремлевских наемников, в том числе тех нападений, которые произошли в Мариуполе. Мы их самым широким образом осуждаем после 29 открытых брифингов и не был достигнут прогресса, и мы лишь повторяем себя. Тем не менее, мы не можем ослабить внимание к Украине. Более 5 тысяч погибли, 7 тысяч раненые, миллионы остались в состоянии ВПЛ. Это результат российской агрессии против Украины. Почти 50 тысяч бежали из своих домов с 14 января. По крайней мере, 62 человека погибли с 13 по 21 января. На прошлой неделе от 75 до 115 обстрелов были проведены по украинским позициям ежедневно. Донецкий аэропорт, который удерживают с прошлой недели кремлевские силы, также вызывает серьезные разрушения. 550 квадратных километров земли были захвачены незаконно вооружены формированиями с начала перемирия. Такова реалия перемирия. Как нарушение Алматинской декларации 1991 года и Будапештского миронда 1994 года, соглашение между Россией и Украиной 1997 года о присутствии российского черного флота и ряды других документов, включая недавнее Женевское заявление, Берлинское совместное заявление, Минские соглашения. Это еще одна жертва российской агрессии против соседней Украины. Мы не можем, невозможно стремиться к миру, вооружая незаконных бойцов в соседней стране, давая ему артиллерийские системы, ракеты, танки и боеприпасы. Нельзя достичь мира, направляя своих военачальников на соседнюю страну. Нельзя достичь этого, запугивая соседа и аннексируя часть территории соседней страны. Нельзя стремиться к миру, продолжая сеять ненавистную пропаганду и демонизируя соседей, пока Россия будет продолжать идти по этому пути. Давайте говорить откровенно. У мира на Украине нет шансов. В субботу, в прошлую неделю, Украина пострадала от второго самого кровавого инцидента после крушения самолета МН-17 в июле 2014 года. 30 человек погибли, 90 понесли ранения во время трагедии в Мариуполе. ЗГС говорил о том, что повстанцы отказались в односторонном порядке от прекращения огня прямо перед терактами. Так называемый лидер ДНР Захарченко говорил о своей приверженности перемирия. Он говорит, что нет перемирия, мы будем бороться и дальше. Еще одна цитата, больше не будет прекращения огня и ротации, мы больше не будем говорить о перемирии. Киев не понимает, что сейчас мы можем вести борьбу по трем фронтам. И за несколько часов до трагедии, еще одна цитата, сегодня наступление на Мариуполь начинается. Через несколько дней мы займем позиции. Незапосредственно перед нападениями российский посол в Прео БСЕ говорил о предстоящем освобождении Мариуполя. И, несмотря на все это, Россия продолжает объединять Украину за нарушение перемирия, в том числе в случае в Мариуполе. Антиукраинская риторика не ослабевает. Мы слышим слова хунта, переворот, фашистская Украина, подавление русскоязычного населения. Все это используется очень часто. Уже целый год агрессивная антиукраинская пропаганда используется для промывания мозгов, для того, чтобы сбить с толку людей и отвлечь их внимание. Международное сообщество не должно поддаваться таким заблуждениям. Я хотела бы еще раз спросить, как может кучка незаконных боевиков продолжать наступать, захватывать территорию и проводить нападения по трех фронтам против государства Украины? Как может кучка незаконных боевиков без внешних связей, без бюджета и дохода набирать системы вооружения и бойцов? Как они могут оплачивать расходы в 4 миллиона долларов? Как они могут говорить о том, что у них свой воздушный флот? Как сотни российских солдат погибают в Украине, если даже их там нет? Как сотни российских матерей получают груз 200 от конфликта, в котором якобы Россия не участвует? Как, несмотря на беззаконие и преступления, совершаемые боевиками и которые зарегистрированы в докладах в УКПЧ, Россия ни разу даже в мягкой форме не осудила тех, кто их совершает? Все это и постоянная позиция России о том, что они поддерживают войну в Украине. Это участие также подтверждают военные лидеры в своих заявлениях. В августе прошлого года Александр Захарченко говорил о том, что тысячи российских граждан, включая профессиональных бойцов, борются на этой территории. А затем он отозвал это заявление, так же, как он отозвал заявление о нападении на Мариуполь. Еще один печально известный Игорь Гиркин или Стрелков сыграл важную роль в войне в Украине и недавно хвастался о том, что пересекал границу со своими бойцами и сказал, что если бы не было их, не было бы сепаратизма в Восточной Украине. Он недавно также говорил о том, что крымский референдум был проведен под дулом пистолета. Жизнь в Восточной Украине далеко не идеальна в результате того, что правительство долго забывали об этих регионах. Тем не менее, местные жители, российские, русскоязычные, хотят вернуться домой, вернуться к своей последневной жизни. Благодаря решению Кремля защищая, так сказать, русскоязычных, у них нет домов, нет работы, нет дохода. Они потеряли близких и даже многие погибли. Российская война, марионеточная война России принесла разрушение и смерть в регионы. Несмотря на все нарушения прекращения огня, военные нападения, украинское руководство по-прежнему говорит о том, что Минское соглашение – единственная дорога к миру. Минское соглашение должно осуществляться всеми странами конфликта, включая Россию, в полной мере и без произвольных пересмотров и манипуляций. Россия должна прекратить эту бессмысленную войну, перестать поддерживать незаконно вооруженные группировки и согласиться на международный мониторинг на украинско-российской границе, отозвать вооружение и войска с Восточной Украины, обеспечив освобождение незаконно задержанных лиц, включая Надю Савченко, которую незаконно удерживают на российской территории, прекратить манипулировать гуманитарной помощью и вновь подтвердить свое уважение к суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины. Международные наблюдатели, включая ООН и ОБСЕ, должны получить полный беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым. Их отчеты необходимы для того, чтобы установить реальные факты. Благодарю вас. Да.